Человек-паук вдали от дома реакция Вот мы посмотрели Человек-паук вдали от дома. Сказать, что фильм отличный, это будет преувеличением. Но и сказать, что он плохой, тоже нельзя. Это крепкий, фантастический, развлекательный и даже романтический фильм, что выгодно отличает его от остальных произведений Марвел от Дисней. Для семейного просмотра в кинотеатрах. Хотя скорее Человек-паук для молодежной аудитории. Увлекательный сюжет и занимательная история, рассказанная нам Крисом Маккена и Эриком Соммерсом, на приключениях Человека-паука от Стэна Ли и Стива Диду. В меру юмора и самоиронии есть и поучительные моменты, что не стоит слепо доверять малознакомым людям, как бы хорошо, они к тебе не относились. Также есть, если не отсылки, то очень схожие сцены. С одной из самых любимых мной комедий. Евротур от режиссера Джеффа Шефера. Рекомендую к просмотру. Очешуенная комедия. Англия – это остров. Ну да плывем. Какая разница? Мы согласны. Сам фильм наполнен романтикой и не зазорно прийти в кинотеатр с любимой девушкой на данную кинокартину. Да и сам фильм ориентирован, по большей части, на подростковую аудиторию и поднимает такие извечные юношеские проблемы, как замустить с девушкой и как пережить, если обломилась другому. Кто-то из обзорщиков по своему недомыслию скажет, что это абсурд, когда те, кто сейчас как Питер Паркер и те, кто остался на земле на долгие пять лет, летят вместе в тур по Европе. Но это сценарный ход и задел на будущий фильм. Нас поближе знакомят с Брэдом Дэвисом в исполнении актера Рэми Хай и дают понять, что он за человек. Скорее всего, это будущий соперник, не только в романтических отношениях Питера с Эмджей, но и на поле боя в роли кинозлодея. Что же касается главного злодея, то тут сценаристы разочаровали, он получился пустой что ли, или ни о чем. И дело не в отсутствии сверхспособностей, а именно, что прописан он из рук вон плохо. Но это лично мой субъективный взгляд. Я понимаю, что следовали канону и приписали ему тщеславие и прославится со счет мастерского знания и применения спецэффектов. Но мне лично чего-то не хватило, чтобы сказать, вот это злодей, интересно, как с ним справится Человек-паук. Ну а сцены после титров, вынесенных на суд зрителям, это сильно. Наверное, за всю историю франшизы не было столь откровенных и разоблачительных по смысловой нагрузке кадров. Ник Фьюри Скрул, да еще какой Скрул. Прям высокопоставленный и влиятельный. И тут теперь гадай, пошли создатели на поводу тех, кто строил теории на основании немногих сцен, что по всем признакам Фьюри Скрул. Или это изначально было забито в сюжет вселенной и реально намекали на это в разных фильмах. Привычка. Бзик, который Скрулу не сфабриковать. Тосты разрезаны по диагонали не ем. Ему нужны ядерные коды? Да, нужны. Только попробуй до них доберись. Я связался с друзьями из Нексус на этот счет. Рассекретили личность Человека-паука. Правда, это мивилами по воде. И разоблачение такое себе. Потому как это еще доказывать надо, что это именно Питер Паркер. Впрочем, сценаристы что-нибудь еще придумают. И я уверен, что в следующем фильме Человек-паук останется инкогнито. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Но самое главное, берегите себя. Ты станешь новым железным человеком? Встал бы, да некогда. За всю полицию отдуваюсь. Ты че? Да шучу я. Успехов в работе. Ну а я на каникулы в Европу. Спасибо.